МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа ЧП «Хроника за неделю». В студии Юлия Савицкая. Я расскажу вам о самых главных новостях правоохранительной сферы. Более 20 килограммов золота решил продать в Забайкалье житель Амурской области, но был задержан сотрудниками транспортной полиции. Мужчина кустарным способом добыл самородное золото в Якутии, а также скупил драгоценный металл небольшими партиями у неустановленных лиц. В общей сложности получилось более 23 килограммов. Затем он переплавил металл в слитки и привез в Забайкальский край, чтобы продать своему знакомому. В результате первых двух сделок он выручил свыше 7 миллионов рублей, а вот третий помешали сотрудники транспортной полиции и пограничного управления ФСБ. По оценке экспертов, стоимость изъятого золота превысила 70 миллионов рублей. Очередной коррупционер осужден в Забайкалье. Суд вынес приговор бывшему руководителю муниципального бюджетного учреждения благоустройства в Борзе, причастного к вымогательству и получению взятки в особо крупном размере. Деньги ему передал руководитель одной из организаций, которая проводила рекультивацию несанкционированной свалки в Борзе. В итоге был незаконно выведен песок. Реализуя преступный умысел в качестве предлога для вымогательства взятки, чиновник выдвинул условия, при которых техника указанной коммерческой организации не будет допущена на участок забора грунта, необходимого для рекультивации, если он не получит денежные средства в размере 300 тысяч рублей. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий коррупционер был задержан в момент получения денег. При задержании факт получения взятки он отрицал. Природным ресурсом был причинен имущественный ущерб более чем на 18 миллионов рублей. Суд приговорил обвиняемого к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 1,5 миллиона рублей и лишением права занимать определенные должности сроком на 4 года. Черные лесорубы пойдут под суд. В Забайкале завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы, занимавшейся незаконной рубкой леса. Ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления житель села Александровка, имея специальную технику для заготовки древесины, а также приобретя пилораму, привлек к себе в помощь еще шестерых местных жителей и за 4 года они незаконно вырубили более 1200 деревьев, среди которых были сосны, лиственницы и березы. Ущерб составил 34 миллиона рублей. Уголовное дело по обвинению в совершении 9 преступлений с обвинительным заключением направлено в суд. И снова нападение собаки на ребенка. В Чите Алабай укусил трехлетнего малыша, который шел вместе с родителями по улице. В тот момент, когда родители отвлеклись, собака набросилась на мальчика и повредила ему лицо. Очевидцы сообщают, что, возможно, это же животное укусило за спину еще и 10-летнюю девочку. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Агрессивная собака отловлена. Дрожжи, но явно не для стрепни, пытался перебросить в исправительную колонию неизвестный мужчина. Его заметили сотрудники учреждения и изъяли сверток желтого цвета, обмотанный липкой лентой, в котором находилось 300 граммов ингредиента к выпечке. По данному факту проводится проверка. Сотрудники УФСИН напоминают, что за доставку запрещенных предметов предусмотрен штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Незаконный карабин и патроны к нему прятал у себя житель Анонского района. Сотрудники пограничного управления ФСБ России изъяли оружие. Экспертиза показала, что САЙГА находилась в исправном боевом состоянии. Суд признал забайкальца виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на год. Однако без оружия остались и законные владельцы. С начала года за различные нарушения у них изъято более 200 единиц. Чаще всего забайкальцы нарушают правила хранения и ношения огнестрельного оружия, его транспортировки, а также упускают сроки перерегистрации разрешительных документов. Согласно Федеральному закону об оружии, документы должны быть поданы в лицензирующий орган за месяц до истечения срока разрешительных документов. То есть, если документ заканчивается 1 августа, то документы должны быть уже поданы и сданы 1 июля. Как таковые требования к условию хранения оружия остались на прежнем уровне. Это металлический сейф либо ящик, запирающийся на замок. Ключи хранятся у владельца огнестрельного оружия с условиями, исключающих доступ третьих лиц. То есть, его супруга, дети, родственники не должны иметь доступ к оружию и знать, где находятся ключи. С начала года в Забайкалье на водоемах погибли 16 человек, шестер из которых дети. Сразу 4 трагических случая произошли на уходящей неделе. В Борзинском районе на озере Мульда решила искупаться 17-летняя девушка, но из воды она так и не вышла. Отдыхавшие вместе с ней подростки пытались самостоятельно найти подругу, однако позже ее тело обнаружили спасатели и сотрудники полиции. На реке Нерча два молодых человека 19 и 20 лет нырнули в воду в необорудованном для купания месте и утонули. Одного пытался спасти родной брат, однако сам чуть не погиб. Его успели вытащить на берег очевидцы. Кроме того, продолжаются поиски 35-летнего мужчины, который после распития спиртных напитков решил охладиться в Ингаде недалеко от поселка Антипеха. Час расплаты на дороге настал. До конца лета в Чите будет работать аппаратно-программный комплекс для поиска автомобилей должников «Автомаршал». Если при помощи комплекса обнаруживается, что владелец машины имеет задолженность, программа дает знать об этом звуковым сигналом и выводит данные должника на экран монитора в окне тревоги. Сотрудники госавтоинспекции останавливают указанный автомобиль. Затем судебные приставы прямо на месте взыскивают с водителя задолженность, либо вручают ему квитанцию или постановление суда, либо накладывают арест на имущество. По оперативным данным, всего окончено в пользу госавтоинспекции 36 тысяч исполнительных производств на сумму 42 миллиона рублей. Всего с использования системы «Автомаршал» запланировано 35 рейдовых мероприятий. Стоит отметить, что «Автомаршал» выявляет неплательщиков налогов и коммунальных платежей, алименщиков-уклонистов, должников по дорожным штрафам и по возвратам банковских кредитов. Словом, рассчитаться придется всем. Так, четвиниц, который планировал отдохнуть на Арахлее, был остановлен по сигналу «Автомаршала» и оплатил долг в 800 тысяч рублей, чтобы избежать ареста своего автомобиля. Напоминаю, что узнать о своей задолженности и безопасно погасить ее можно на сайте судебных приставов, а также на портале государственных услуг. Забайкальцы прославились в Бурятии, правда, с негативной стороны. На въезде в село Бичура они заметили пост дорожно-патрульной службы и решили резко свернуть в сторону, чтобы его объехать. Это как раз и вызвало подозрения у сотрудников полиции. Чуть позже они нашли этот автомобиль возле районной администрации, припаркованном на месте для инвалидов. В салоне сидели двое мужчин, а из салона шел запах алкоголя и дикорастущей конопли. В багажнике лежали 3,5 килограмма марихуаны, расфасованной по мешкам. Теперь помимо полученного административного наказания, они понесут еще и уголовную ответственность. Жительница поселка Новокручининский забыла кошелек в корзине для продуктов, а когда вернулась в супермаркет, ценных вещей уже не нашла. В кошельке были 10 тысяч рублей и золотые украшения дочери. Сотрудники полиции, просмотрев запись с камер видеонаблюдения, установили, что данной корзинкой после женщины воспользовался мужчина, который, уходя из магазина, прихватил и чужой кошелек. Сотрудники полиции задержали 66-летнего местного жителя. Кошелек со всем содержимым был изъят, а также возбуждено уголовное дело по статье кража. Каждую неделю забайкальцы отдают телефонным мошенникам несколько десятков миллионов рублей. При этом в последнее время все активнее пенсионерам стали поступать звонки якобы из социального или пенсионного фондов, предлагая увеличить пенсию под предлогом неучтенного стажа. Потом злоумышленники узнают их персональные данные, код из СМС и оформляют кредиты. Сотрудники полиции подготовили видеопамятку о том, как не стать жертвой мошенников. Мы проанализировали алгоритмы работы телефонных мошенников, которые представляются сотрудниками государственных ведомств. Посмотрите этот ролик до конца. Добрый день. Вас беспокоит оператор портала Госуслуг. Мы увидели странную активность в вашем личном кабинете. Вам звонит следователь. Иначе мы заведем на вас уголовное дело. Вы должны помочь правоохранительным органам. Вы, конечно же, тот самый герой, который поможет раскрыть дело, поймает преступника, особенно если вы согласитесь взять на это кредит. Мы ценим ваше стремление помочь. Но если вы действительно хотите оказать помощь, проверьте информацию, которую услышали. Чтобы развеять сомнения, наберите официальный номер организации. Откуда поступил подозрительный звонок или пришло сообщение. Будьте бдительны. И пока это все новости, не теряйте бдительности. И будьте осторожны в любой ситуации. Продолжение следует...